Искусство как терапия. В Центральном выставочном зале Перми начался фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь показывают работы, созданные художниками-инвалидами. Кроме того, специалисты проведут серию мастер-классов для детей и взрослых и расскажут, чем сегодня музеи и галереи могут быть полезны ребятам с особенностями развития. В Центральном выставочном зале недавно открыли экспозицию наивного искусства. Всего здесь несколько десятков работ, созданных не профессионалами, художниками-любителями. Коллекция прибыла к нам из столичного музея заповедника Царицыно. Его специалисты говорят, многие авторы этих работ инвалиды. И в рамках этой выставки здесь открыли фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы ощутить все многообразие, чтобы принять себя и окружающих, мы задумали эту выставку и этот фестиваль. Это очень важно для нас. Тема инклюзии – это движение навстречу друг другу. Специалисты из музея заповедника Царицыно в течение нескольких дней будут вести здесь творческую лабораторию. Она для педагогов, сотрудников галерей и музеев. Речь пойдет о том, как увлечь особенных детей, например, ребят с аутизмом, помочь им выйти в люди. Мы расскажем про свой опыт создания музейных программ, для инклюзивных программ. У нас есть достаточно большое количество уже таких занятий. Сказка о голодной гусенице. Мы сегодня ее покажем и расскажем. В рамках этой программы очень комфортно себя чувствуют. Это дети с аутизмом. И у нас произошло такое хорошее, комфортное взаимодействие. Мы стали это направление развивать дальше. Очень голодная гусеница. Эта детская книга была издана в США полвека назад. С тех пор пользуется огромной популярностью, переведена на десятки языков. Историю о том, что каждый может раскрыть свой талант, экранизируют, ставят на театральных сценах. Разыграть эту сказку с помощью несложного реквизита попробуют и участники творческой лаборатории в Перми. У нас есть даже музыкальный инструмент. Можно сразу придумать какую-то озвучку к спектаклю. И сегодня мы должны будем придумать сценарий, придумать, собственно говоря, историю, которую мы будем разрабатывать. А завтра мы будем заниматься уже декорациями. В помощь участникам ватман краски цветной скотч. Каждый здесь может стать и режиссером собственного представления, и актером в спектакле своих коллег. Московские специалисты рассчитывают, что затем эта театральная технология может быть полезна музейным сотрудникам и педагогам Перми. Юлия Языкова, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей.